сны и сновидения добрый день тема этого небольшого видео размышления и сон это накопление и восстановление как духовных так и физических сил и сон связан не только с людьми но он связан также и с растениями а также животными и цикличность сна у всех разное кто-то спит больше кто-то спит меньше и нету шаблонов в сне то есть 8 часов для человека это абстрактная цифра есть люди которые спят по 9 10 часов и даже 11 есть люди которые спят крайне мало это может быть 4 5 6 часов но в любом случае треть жизни человека уходит на сны и это примерно 20-30 лет при полной продолжительности жизни хотел бы сказать что сны они бывают разными и сновидения также бывают разными и не у всех людей есть на видение примерно 10 процентов людей снов не видят и есть сны которые запоминаются есть сны которые не запоминаются есть сны которые бывают от бога крайне редко но бывают есть сны которые бывают от врага это также имеет место быть есть сны которые сопровождены с переживаниями самого человека в библии слово сон употребляется 66 раз хотел бы привести несколько стихов на эту тему быть ее 2 глава 21 стихом и навел господь бог на человека крепкий сон то есть бог может наводить на человека как крепкий сон так и лишать его сна быть ее 31 глава 40 стих и сон мой убегал от глаз моих то есть бессонницей страдали люди и сегодня также страдают быть ее 41 глава 32 стих а сон повторился фараону дважды то есть есть сны предупреждения которые могут повторяться и это сегодня тоже возможно причем 3 2 4 стихом и когда уснешь сон твой приятен будет то есть бог обещает своим людям которые живут на его территории который соблюдает заповеди бога что их сон будет приятным серахов 31 глава вторым стихом тяжкая болезнь отнимает сон я сам пережил причем неоднократно в своей жизни моменты когда я болел и я видел сны без единого живого предмета скажем растения животного или человека и вот представьте себе хаотично разбросанные какие-то предметы или что-то во время сна затем повторялся сон в другую же ночь и сон уже сопровождался появлением чего-то живого а когда а приходило здоровье восстановление после болезни то сон приобретал приятные варианты то есть видение были очень приятными и также существует цветные сны они запоминаются не все люди видят и цветной сон очень сильно отличается от обычного сна и где-то также имеет место быть хотел бы сказать о том что сны влияют на людей вспоминаю рассказы одного таксиста его вызвал в два часа ночи человек который сказал что ему приснился его брат который просил его водки выпить брат уже ушел в вечность и он попросил таксиста отвезти его на кладбище и таксист отказался тогда тут умолял его и сказал ну подвези хотя бы рядом с кладбищем не надо тебе близко подожди меня там и вот такая скажем так одержимость бывает и от врага в том числе но мы продолжим сирахов 31 глава первым стихом бдительность на богат над богатством изнуряет тело и забота о нем об этом богатстве отгоняет сон слово сновидение в библии употребляется восемь раз екклезиаст 5 глава вторым стихом сновидения бывают при множестве забот сирахов 34 глава пятым стихом гадания и приметы и сновидения суета сирахов 34 глава седьмым стихом сновидения вели многих в заблуждение скажем так хозяин всех заблуждений всей лжи это враг душ человеческих дьявол и он через сон имеет возможность влиять на людей особенно когда люди открывают ему духовные двери своей жизни и люди которые смотрят порнографию которые увлечены фильмами ужасов которые занимаются мистическими оккультными разными действиями они все открывают двери своей жизни для врага и враг обязательно будет на них воздействовать в том числе и через сновидения сон и сновидения поразмышляйте вы об этом а я желаю вам Божьей милости и благодати до свидания в том числе